Рад вас приветствовать. Постараюсь покороче. Много сказано очень правильно. Коллегами, да, я практически под каждым словом подпишусь. Что хотелось, с чего начать? Мы не настолько далеки от народа. Вот сегодня здесь в подвале дискутируем. Но я напомню, вчера в Архангельской области прошли крупнейшие политические выступления. Просто восстание народа. И мы должны поддержку выразить Архангельской области. Архангельской области. Молодцы! Мы с вами! Мы с вами боритесь дальше. Если надо, вышлем отряды. Может быть, с Архангельской области начнется тот процесс, который быстрее приведет прогрессивные силы к власти. О чем мы сегодня говорили. А я уверен, что левые в этом процессе будут доминировать. И возглавят этот процесс. А если нет, то можно сегодня разойтись и всем застрелиться. Поэтому только на победу должны ориентироваться, друзья. Еще тут прозвучала важнейшая тема по поводу, где взять кадры. Где взять 400 тысяч этих самых специалистов. Я не буду спорить с Денисом. Он прав. Да. И есть у нас, кстати, очень много. Вот даже есть сидящие. Это уже прекрасные управляющие специалисты. Кто прошел школу Госдумы, региональных парламентов, кто был мэрами. Есть и губернаторы, кстати. Люди типа Грудинина. Если их всех собрать, это верхнее, верхнее управленческое звено практически будет закрыто. Как вы к ним сегодня не относитесь. Это люди образованные, грамотные. Сегодня, да, они сдерживаются определенными рамками. Но большинство из них люди порядочные, честные идеи. Есть, наверное, и там проходимцы. Мы будем их контролировать. Проходимцев вычистим. Поэтому не так все печально. А среднее звено управленческое, нижнее звено. Вот буквально на днях в своем районе шел домой. Пешком у меня там метро начали строить. Автобус теперь черт никак ходит. Ну, сложно, редко ходит. Собянинская, Собянинская. Мафия наступает, как обычно. И едет полицейская машина мимо. Понимаете, я... И возле меня останавливаются. Очень внимательно на меня смотрят. Я уже подумал, ну, что еще им надо? Что еще? Я уже и срок отсидел. Что им еще надо? Вот. А они говорят, Сергей, это вы. Мы рады вас приветствовать. Можно вас до дома подвезти? Понимаете? Вот. 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 Это маленький пример. Я к чему это говорю? Да, и довезли, и нас там не обманули. Я к чему? К чему речь ведут? Что среди работников силовых структур, управленцев в разных уровнях, полно людей, которые так же понимают, что сегодня происходит в стране, так же эту власть презирает, а многие, может быть, и ненавидят. И в нужный момент они будут с нами, я вас уверяю, с нами и на нашей стороне. Это факт. И теперь, коротко, первые шаги у власти. Да, предположим, что левые силы, сейчас понятно, долго можно обсуждать, каким путем мирным, боевым, значит, тотальном превосходстве, да, или в какой-то коалиции. Ну, как показывает практика, я уже на эту тему высказывался, посмотрите сейчас на все протесты, в том же Архангельске. Ну, есть и другие силы, которые в этих протестах участвуют. И, наверное, надо понимать, что сторонники социализма, левых сил, они в большинстве, но не в подавляющих. Есть люди и другие взгляды, и мы не должны стоять на позиции в подавлении накомысля. Да, чем мы, к чертовой матери, будем отмечаться от нынешней власти? Поэтому в любом случае какой-то договор общественный, какой-то компромисс нужно искать. И какие-то ультра-меры, ультра-радикальные, вряд ли в обозримой перспективе они будут востребованы, если мы реально не хотим вновь в страну, как сказать, вернуть в хаос и затопить междоусобицы, и вернуть гражданскую войну. Мы хотим этого? Я думаю, ни один меняемый человек, тем более, наших, левых, гуманных взглядов этого не хочет. Поэтому первые действия должны быть вменяемые, с опорой на интересы народа, понятные людям, которые позволят нам завоевать доверие с первых шагов, получить ту базу поддержки, ее усилить, и получить какое-то время на реализацию тех реформ, которые мы считаем необходимы. Поэтому в экономике, в экономике, безусловно, первые шаги, первые шаги. И я считаю, что самое правильное, разогнав вот всех этих Памфилов, Чуровых, создав нормальную избирательную систему, нормальные кадры туда внедрив, это делается элементарно, но если не ставить задачу фальсифицировать выборы, они будут нормальны и прозрачны. На эти выборы, точнее на референдум, в кратчайшие сроки вынести эти базовые вопросы, чтобы получить поддержку народа. О национализации стратегических отраслей, об отмене пенсионной реформы, о прогрессивном налоге, о повышении базовых зарплат и пенсии. Я вас уверяю, большинство населения нас поддержит на таком референдуме. Согласны с этим? Да. И получили эту поддержку, а я вас уверяю, на организацию такого референдума не требуется много месяцев или лет, это можно сделать в кратчайшие сроки. Мы, опираясь на это мнение народа, сможем спокойно, без этой чрезвычайщины, опираясь на мнение людей, реализовывать эти меры. Национализация. Я надеюсь, что и у КПРФ, и Левый фронт этим занимается, и всех вас призываем. Составляйте сейчас уже списки, мы должны четко знать, сейчас не надо все это озвучивать, возможно. Четко знать, что мы должны национализировать. Не все подряд, конечно. Никакие там лавочки, кафе, пусть люди работают. В советское время были страны народной демократии, ГДР, Чикословакия, Венгрия. И наши люди, когда туда ездили, из СССР, что самое интересное, они удивлялись, как там много продуктов, сколько там колбасы и прочее. Наверное, вот эта мысль уже должна нас о многом научить подумать. Не надо, не надо вот этих крайностей. Да, в свое время возобладает наш уклад, тогда, наверное, все будет под контролем общества и государства. Но ставить задачу здесь и сейчас всех мелких собственников национализировать, это значит загонять себя в гетто маргинацию. Вот, могу сказать, простыми. И мы этого не будем делать, и те, кто к этому призывает, мы по-товарищески будем дискутировать. Наверное, друзья, вот все-таки не правы, не надо загоняться в такие крайности. Поэтому должны быть все эти списки. Госкорпорации, их не надо даже национализировать, друзья мои. Они и так сегодня формально под контролем государства. Только надо вычистить оттуда всю эту нечисть, сетчины, миллеров, прочих тех сынков, дочерей и прочее, прочее. Вычистить поганой метлой. Публично каждый шаг освещает телеэфире. И Чубайса обязательно подвергнуть следственным действиям. Обязательно. Есть и другие одиозные персонажи, но это в плане пропаганды будет сильнейшим шагом, который опять же нас вооружит поддержкой народа. А дальше, я вас уверяю, вот все те руководители крупных предприятий, крупных компаний должны быть, я считаю, вообще в прямом эфире собраны новой властью. Им четко передано мнение народа, полученное на референдуме. А до этого он должен быть закрыт в войсце страны. Мы поэтому и должны знать, чтобы они не сбежали, чтобы они не выводили эти деньги, чтобы они не банкротили предприятия. Это точечные меры, точечные. Это пока на первых порах коснется, может быть, десятков предприятий, может быть, сотен. Не более того. Поэтому не надо запугивать друг друга, что будет гражданская война и прочее. Главное, опереться на большинство народа. И дальше, если мы повышаем базовые зарплаты, люди чувствуют рост дохода. Есть деньги в стране, будут у людей деньги, будет расти производство. Но если мы направляем инвестиции на развитие этого самого производства, и это правильно освещаем в средствах массовой информации, если мы отменяем эту позорную пенсионную реформу, если мы вводим прогрессивный налог, опять же, установив нормальную планку, вообще не облагаемую налогу, вообще не облагаемую, минимум 30 тысяч рублей не должны вообще облагаться. А можно спорить, может быть, и больше. Хорошо, я высказываю свое мнение, это дискуссионный вопрос технический. Это, опять же, воодушевит народ и даст нам такую поддержку, что, я вас уверяю, мы действительно сможем реализовать очень многие вещи, о которых сегодня некоторые думают, что это нереально. И еще очень важный момент, последний. Мы с первых шагов должны показать, что мы с народом, что мы не в отрыве от народа. Где-то это, назовите, элементами популизма, неважно, но это должны быть реальные шаги. Сегодня рыба сгнила с головы. Если у того же Путина, который обладает колоссальной властью, бесконечная резиденция, как он питается, как он одевается, это роскошная жизнь. Зачем ему такая роскошная жизнь? Баб Павлов. Он, Баб Павлов, вот говорят, тоже, это неправильно. Надо скромнее быть в его возрасте, скромнее. Поэтому, друзья, новая власть, наша власть, с первых шагов должна показать, что эта власть скромная. Кодекс чиновника, кодекс госслужащего, смейтесь над этим, но это очень важно. В первые же дни опубликовать, принять, утвердить. Скромность, скромность, еще раз скромность. Никаких дорогих машин, никаких дорогих костюмов, никаких дорогих часов. Появился на службе или у себя дома, где ходишь, увольняешься автоматом. Люди сразу уверены, что это власть другого качества, что это не эти зажравшиеся рожи, которые сегодня ненавидимы в народе. А это действительно люди, которые в интересах будут большинства действовать. Это очень важно. Дальше проработать вопрос. Вопрос. Зарплаты госслужащих должны соответствовать минимальной зарплате в стране. Какая-то должна быть пропорция, безусловно. Над цифрами можно подумать, но люди тогда будут видеть, что люди, чиновники не с потолка получают какие-то зарплаты, а потом еще бонусы, а потом еще премии, а живут в соответствии с общим уровнем достатка в стране. Никто не говорит, что чиновникам надо платить минимальную зарплату, чтобы они шли и воровали где-то. Но надо платить разумные зарплаты, и надо бороться с этим чванством, роскошью и наплевательским отношением к людям. Согласны? Да. Если народ это увидит, опять же база поддержки будет только расширяться. Я вас уверяю, только расширяться. И тут было сказано, вот первый выступающий Андрей Головин, народный контроль, рабочий контроль. Ну, шире, наверное, не только рабочие должны в этом контроле участвовать. У нас огромное количество сегодня блогеров ходят с камерами, ходят с телефонами, с диктофоном. Все сегодня можно снять, все вывести на чистую воду. Этих замечательных людей, не важно, каких они взглядят, надо задействовать в общественном процессе. Вот Хакасий Коновалов, губернатор от КПРФ, от левых сил, пришел на свой пост, и уже там создаются сейчас структуры народного контроля. Вот наши товарищи из левого фронта, из КПРФ, они уже помогают контролировать власть. Даже если будут наши сторонники во власти, они могут в любой момент переродиться, правильно? Они могут продаться кому-то, они могут оторваться от реальности. Поэтому должны быть структуры, которые за ними постоянно будут наблюдать. Оторвался? До свидания. Поганой метлой и публично по всем телеканалам пригласим Константина Семина. Вместо Соловьева у нас будет Семина работать. Пригласим Коблина. Будет вместо Киселева работать. Но я образно говорю. Киселева, Гобби, стадим. Полно замечательных у нас журналистов. Киселева, Соловьева перевоспитали. Тоже будут работать. Детские передачи. Детские, спокойной ночи, молодцы. Не надо здесь, чтобы не пропадали. Не пропадали их таланты. И я вам скажу, я вам скажу, конечно, немедленная ратификация всех международных вот этих конвенций в соответствии доходов и расходов. Сегодня, почему они так жируют? Потому что декларации сдают, а потом никто не проверяет. У тебя зарплата 100 тысяч, а ты покупаешь дома за миллионы, за миллиарды. Яхты, виллы, откуда все это? Должна быть четкая система. Не смог обосновать свой доход и расход в соотношении. До свидания. Дисквалификация пожизненная. Я вас уверяю, несколько таких примеров, показанных по всем каналам, они будут вести себя совершенно по-другому. И вот эти органы народного контроля узаконить. Я не вижу в этом ничего плохого. Метод провокации. Да, сегодня у нас запрещенка. На какое-то время надо ввести. Каждый госслужащий должен знать, ему завтра может прийти человек, бабушка в платочке, дедушка с палочкой под видом посетителя и предложить взятку. И предложить какую-нибудь мутную схему. Повелся на это? Все, бабушка-то оказывается не просто бабушка, а из народного контроля. Все, до свидания. Меня немножко с юмором говорит, естественно, это будут не такие примитивные формы. Там, да, бабушки будут подготовлены. Но, и не обязательно бабушки. Но, вот этот комплекс мер на первых парах, понятно, всего сейчас не охватишь, ведь еще массовое направление. Но вот это в кратчайшие сроки поможет людям увидеть, что это власть в их интересах. Это власть не повторения пройденного, а это власть, которая действительно болеет за страну и за народ. И я думаю, у такой власти будут шансы затем держаться не только на страхе, как сегодня эта власть держится, не только на репрессии, не только на манипуляции, не только на фальсификации, а держаться на реальной поддержке и любви народа и побеждать на нормальных выборах. И это не какая-то иллюзия, на мой взгляд, а вполне реальная картина. Если мы сегодня уже будем это и объяснять, и смелее каждый день бороться за наши дела, за наши права на всех акциях, на всех мероприятиях, вместе с КПРФ, вместе со всеми левыми силами, с патриотами, крепить единство. И я вас уверяю, до 2024 года эта гнилая система не доживет, чего всем и желаю. Спасибо.